Славянск-на-Кубани считается одним из городов спортивной значимости Краснодарского края. Не случайно многие соревнования регионального масштаба проводятся именно здесь. Но на этот раз нашему городу выпала честь впервые принимать спортивные соревнования такого уровня. Финал первенства России по баскетболу среди юношей 2000-2001 года рождения. На одной из игр побывали и наши корреспонденты. Финальные игры первенства России по баскетболу проходят с 19 по 29 марта на двух спортивных площадках города «Лидер» и «Триумф». За звание чемпиона сражаются игроки 16-ти сильнейших молодёжных команд страны. Это впервые в Краснодарском крае финал первенства России, когда 16 лучших команд, лучшие команды России съехались и здесь формируется сборная России. Краснодарский край представляет юношеская команда «Локомотив Кубань». 25 марта наши спортсмены встретились с одним из сильнейших соперников – команда из Санкт-Петербурга. Поддержать юных баскетболистов пришёл глава Славинского района Роман Синеговский. Игра очень интересная, радуют наши ребята краснодарские, команда «Локомотив». Я уважаю эту команду, болею за взрослый состав, по возможности езжу. Но очень приятно, что в Славянском районе, в городе Славянске на Кубани проходит финал чемпионата страны. И у нас есть возможность посмотреть, поболеть за наших ребят. Очень хорошая игра, броски, наши ребята нас радуют. Ну и наши гости из Санкт-Петербурга – тоже сильные ребята, счёт почти равный. Поэтому я считаю, что большие впечатления получат в целом наши жители. Отрадно, что в кубанской команде играют два наших земляка – уроженцы Славянска на Кубани. Номер 14 – Даниил Рокчеев. И номер 8 – Даниил Мушинский. На протяжении пяти лет ребята занимались баскетболом в спорткомплексе «Триумф». Под руководством тренера Юрия Чередникова. Упорные тренировки и желание стать лучшими помогли ребятам попасть в сборную края. Теперь они мечтают попасть в сборную России. По словам Даниила Мушинского, на эти соревнования вся команда шла с настроем только на победу. «Тренер ждал давно этой игры, и он знал, что мы их выиграем. И это было ожидаемо. И мы их победили, поэтому сейчас остаётся ещё 8 игр играть целом. И мы готовы ко всему». Хорошее настроение и поддержку командам создавали болельщики – ребята из школ города. «Я очень люблю баскетбол, поэтому я пришла посмотреть, научиться каким-то особым передачам или ещё чему-нибудь, посмотреть точные броски. Мне очень нравится, конечно, вообще просто супер». «Много нового узнали, нам очень понравилось. Мы остаёмся ещё на несколько игр, наверное, ещё пройдём. Очень много всего, как надо правильно играть, куда становиться, как забрасывать. Всё это для себя узнали, очень интересно». Как и ожидалось, баскетбольная встреча держала в напряжении всех зрителей, заполнивших трибуны спорткомплекса «Триумф» до последней секунды. «Локомотив Кубань» под руководством главного тренера Ильшата Миляева лидировала на протяжении всего матча. И в итоге добились победы со счётом 83-67. Впереди у ребят ещё несколько игр по желаемым спортивных побед и достижений. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».